Я думаю, что учитывая современные процессы, интеграцию телевидения с электронными средствами массовой информации, с сайтами, с различными, YouTube, социальными сетями, я думаю, что оно будет, безусловно, продолжать ориентироваться именно на сеть интернет. Но от этого никуда не уйти. Телевидение будущего я вижу как трехмерное изображение в центре комнаты, которое могут смотреть со всех сторон и все члены семьи. Телевидение будущего, конечно же, будет в шаговой доступности. То есть прямые эфиры, интересные события. Думаю, только так. Все, ждем перехода на цифровое телевидение, чтобы улучшилось качество изображения и качество передачи сигнала. Будущее телевидение начинается в Архангельской области уже с этого года. Сейчас уже идет вещание цифровых каналов, 30 каналов, которые идут с новой вышки. И вот, видимо, это и будет продолжением через 10 лет, развитием в этом направлении цифровое телевидение. Ну, я думаю, телевидение будущего – это возможность выбирать любой канал в любое время, смотреть записи любых трансляций, чтобы не происходило без рекламы и, как сказать, получать любую уточняющую информацию, если что-то интересует прямо с канала. На мой взгляд, телевидение будущего – это полностью интерактивное телевидение. То есть то, что сейчас уже на некоторых каналах происходит, то есть именно зрители определяют и сам формат канала, и передачи, которые они хотят смотреть. Активно участвуют в его жизни. Мне кажется, что в ближайшем будущем телевидение уйдет от сухих новостных программ и перейдет в такое русло, что будет максимально общаться со зрителем. То есть зритель будет принимать непосредственное участие в формировании своего индивидуального телевидения. То есть мы уйдем от того, что зритель видит на экране серьезного диктора, а будет видеть своего друга, с которым будет просто общаться. Чтобы люди наши, архангелогородцы, постоянно видели себя на экране, чтобы родители видели, бабушки, дедушки, чтобы оно было нашим местным, архангельским.